что ж ну ладно господа всем здравствуйте мы приветствуем вас на интенсиве к высшей пробе по всем предметам и сегодня у нас такая олимпиада как высшая проба по праву первый уровень очень хорошая очень много она плюшек дает и писать ее надо всем кто вышел вообще без исключения штука очень полезно принципе это занятие она будет носить не шибко содержательный характер по поводу там не знаю положение закона или чего-то в этом роде потому что во первых у нас не так много времени во вторых уже наверное поздно все повторять просто я как человек который уже свое время протол это протол достаточно успешно хочу поделиться с вами своим опытом по этому поводу рассказать как она пишется и как мне считается как мне кажется она будет писаться лучше и успешно вот вы если что со мной соглашаетесь не соглашаетесь через чат мне будет очень интересно почитать что там да как вы думаете вот и начнем мы пожалуй просто с плана сейчас мне презентация начнет двигаться до начинаем мы просто с плана мы обсудим для начала вопрос черновиков обсудим супер легкий понятный вопрос дешифровки работ вопрос времени структура олимпиады и методологию ответа на задание вот тут уже она разбивается на четыре других подпункта как видите можете их принципе почитать но мы их разберем чуть более подробно и вот я бы сказал что самый отсюда важный это вопрос времени да и наверное все ну и методологии ответа на задание конечно тоже но время это самое критичное на высшей пробе сейчас мы об этом поговорим подробнее начнем черновиков логичнее было поставить время я решил как-то начать все же с них потому что больная тема плюс они те в чат кто на олимпиадах используют черновики плюс 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 обалдеть плюс минус плюс используйте черновики можно сейчас от каждого также получить ответ зачем вот-вот-вот ли она правильно пишет так как вы успеваете у меня такой вопрос в принципе тоже назревает ко всем людям которые используют черновики набросать идеи план краткий если текст нужен смотри сейчас объясню планка с сорт по обществу разучил слава богу рисуночки ну рисуночки ладно рисуночков можно но хотя с другой стороны опять же если вы решаете олимпиаду высшую пробу по праву и вам есть что писать скорее всего у вас на рисуночке времени не будет абсолютно так не все в черновике просто чтобы не забыть чем задание было порассуждать а потом перенести короче задание где стоит а теперь отправьте в чат вот после всей этой толщи сообщений так этих видов где нужны развернутые ответы вот ну вот допустим какие задания сделан ну возможно для таких целей выразиться так технического характера вспомогательных черновики можно использовать теперь отправьте кто все-таки не используют черновики просто это уже после этого никакого опроса не будет просто интересно узнать кто не использует черновики плюс плюс не использую плюс в момент написания на черновике понимаю что бесполезно использую так хорошо но прекрасно принципе мне более-менее нравится то что здесь ряд народу есть так процессе написания черновики но смотрите что мне кажется на черновиков ну то есть так учили меня этого мнения придерживаюсь не только я но мне кажется только на высшей пробе вам черновик надо вот как этот дяденька слева выкинуть то есть его можно действительно использовать для каких-то технических целей чтобы отмечать что было чего не было но проблема в том что как вот тут и написано на слайде самое дорогое что есть это время потому что времени у нас мало всего два часа а черновик у вас съедает ровно половину времени потому что пока вы пишете что-то на черновик вы потом потратили время на написание какое-то время проанализировали то что написали и потом скорее всего то же самое может быть какими-то незначительными по марками вы отправляете обратно на свой бланк ответов если вы очень быстро пишите или если вы пишете настолько содержательно что вы ну не знаю можете уместить свой весь ответ вот ровно вот столько пунктов сколько нужно или вы очень быстро думаете вот то тогда возможно есть резон но если мы все-таки берем среднестатистического человека по палате то на высшей пробе по праву как впрочем и на регионе мне кажется по обществознанию черновик эта штука относительно недопустимая потому что времени на него просто не будет хватать и в прошлом году у меня так было все позапрошлом году прошу прощения у меня так было все два часа которые были выделены у нас был дистанционный формат у вас уже очный же да будете ходить там в вузике писать все это дело у нас был дистанционный и все на дистанционном формате ну то есть было все что как бы я писал там не было вопрос черновика но все равно все время которое было я его потратил чисто тем что я заполнял и потом особо не правил потому что не было время проверять и более того я еще кое-что не успел вот сейчас объясню почему поэтому черновики ну я просто еще слышал уйму историй когда люди не успевали что-то сделать исключительно по той причине что они говорили я не успел перенести это дело из черновика в беловик ну вот поэтому не хотелось бы чтобы вы стали такими же жертвами но опять же все на ваше усмотрение как-то так вот работает это насчет черновиков если есть какие-то вопросы возражения я их готов обсудить с вами хорошо едем дальше вот в случае ошибки зачеркиваем дальше супер простой момент это просто дешифровка работы тут это не знаю еще со школьных времен наверное известная штука когда вам все толдычат по поводу егэ огэ там не знаю когда вы идете на школьный этап но школьный еще на вряде но вот какой-нибудь уже начиная с муниципа мне кажется вопрос дешифровки становится довольно остро потому что я лично действительно знаю истории когда за рисунки на бланках людей аннулировали их работ тоже не хотелось бы чтобы такое произошло особенно если работа стоящая чего-то поэтому поскольку у вас в мой год возможности рисовать даже не было по сути хотя можно было громко написать я там имя фамилия отчество вот я имя фамилия отчество чего тоже не стоит делать но с рисунками такая же история это просто напоминание дальше насчет времени вот как раз таки это и есть тот базовый грунт принцип грунт проблема всей высшей пробы то что времени два часа времени мало его просто не будет хватать и вы это вероятно почувствуете потому что вы даже будете печатать не на клавиатуре а писать своей рукой все вот в этом и проблема то есть и поэтому вот слева картина как называется напишите мне пожалуйста кто знает в чате если кто знает течение времени так постоянство времени так у нее есть еще одно такое попсовенькая название довольно которое прямо отсылает его так постоянства памяти постоянство памяти у него есть еще под dans Ровенькое название, которое отсылает к тому, что нарисовано. Мне вот оно интересно, оно самое такое романтическое. Ну ладно, не будем тратить на это время. В общем, утекающее время. Ну, в принципе, все это относится к теме. Мягкие часы. Вот, я хотел услышать мягкие часы. Верно. Но все эти штуки подходят к тому, чтобы отразить вопрос проблемы. У нас никаких мягких часов не должно быть на высшей пробе. Вы сразу приходите, садитесь, все, у вас 10 минут до дедлайна. Вы сразу начинаете писать, будто бы все, 10 минут. И никаких рассоливаний. Ну, то есть, опять же, как мне кажется, никаких черновиков, никаких размышлений. Никаких вот таких полежать, повисеть, чтобы там порисовать что-то в черновичке тоже не стоит. Если есть что написать, лучше напишите больше. Об этом поговорим дальше, но тем не менее. Так, вот. И желательно на каждое задание устанавливать какой-то лимит в себе. То есть, в задании на высшей пробе обычно получается где-то первая часть у нас вопроса 4, вторая часть на 40 баллов, вторая часть у нас вопросов на 60 баллов, каждый по 8. Ну, то есть, где-то вопросов получается, иногда поменьше вопросов, где-то получается в районе, мне кажется, 10-12 или типа того. Вот. И нужно четко понимать, что, ну, например, там не нужно на первое задание из 14 тратить 20 минут. Или там еще больше 30. Все. Не можете решить, двигайте дальше. Тоже довольно школьный принцип. Окей. Едем дальше. Структура Олимпиады. Как раз-таки первая часть, которая носит более творческий характер, как мне кажется. Хотя вторая часть в последнее время они начали включать туда тоже очень много творческой составляющей. направлено больше на знание какой-то теории, то есть нам не даются конкретные ситуации, а именно дают конкретные положения закона, либо даже не дают их, а просто говорят «назовите», и нужно их назвать или проанализировать, ну, то есть показать, как у нас работает более-менее думалка. И, возможно, штука, которая в кодекс не пишется. Окей. Каждое задание дает чаще всего по 10 баллов и требует большого перечисления. То есть обычно там говорят «напишите, не знаю, 4-3 примера, которые, не знаю, иллюстрируют какую-то ситуацию». Вот, и сейчас мы одно из них для вас разберем. Если кто-то каким-то образом так вышел, что еще не смотрел демки высшей пробы или хочет закрепить моменты, то вот вам, пожалуйста, задание, которое вполне себе могло бы вылезти на втором этапе. В прошлом году было, по сути, такое же задание, только там был последний день Помпеи. Тут у нас картина, которая называется «Как? Напишите мне». Это просто поинтересоваться. Неравный брак, неравный брак, вот, неравный брак сразу люди узнают. Мне очень нравится, очень патриотичная аудитория сегодня. Мягкие часы дали, вы подольше отвечали, и не с таким энтузиазмом, как будто. Ну, окей, да, это неравный брак. То есть, уже есть название, да и, в принципе, даже если вы не знаете название, это, ну, можно понять, что они тут, не знаю, не в шашки играют, не договор купли-продажи заключают. Вот, то есть, назовите акты гражданского состояния. Тут уже все понятно. Это брак. Вот, и дальше вам дается, назовите 4, 5, 6, 10, вот, сразу человек на опережение дал. Вот, назовите 5, 6, 10 каких-нибудь, не знаю, ну, здесь навряд ли, но обычно это идет там 5-4 чего-либо. И вот здесь как раз-таки назовите 4 возможностования признания этого акта именно недействительным. И напишите, какой из них наиболее применим. Так, что нам написал Андрей? Фиктивность, близкое родство, отсутствие добровольного согласия, отношение усыновителя и усыновленного, недостижение брачного возраста. Это у нас сложная математика. Раз, два, три, четыре, пять. Фиктивность наиболее применима. Ага. А почему? Ты, конечно, долго печатаешь, но другие господа, я тоже жду ваших мнений. Я бы посмотрел. Так, а может быть, эффективность, недобровольность, может, недостижение. Я бы сказал, отсутствие добровольного согласия, отсутствие добровольного согласия, так как брак... А почему вы думаете, что он был заключен не с целью создания семьи? Ну, с целью наживы. Это как один из моментов, но тем не менее. Моносспективный брак, он больше проявляется, когда мы не создаем потом семью. То есть мы заключаем брак, и потом не живем вместе, образно говоря, и детей никогда не завозим. Тут же, скорее всего, они будут жить вместе. Не особо долго и счастливо. Ну, как, долго, конечно, но, скорее всего, не особо счастливо просто они будут жить. Так, брак, близкое расход, наличие одного и другого брака, нет добровольного согласия, состояние алкогольного имения. Ага, так. Ну, выглядит очень молодой. Ну, это, это, это вот так. Не, ну, вот это можно вбросить. Высшая проба, она на то и классная, что она позволяет вбрасывать какие-то такие моменты. То, что выглядит очень молодой, но я бы все-таки, если бы был жюри, я бы, конечно, очень молодой не зачитал, потому что, ну, есть основания все же полагать, что они здесь, что заключают его с соблюдением этого требования, учитывая, что у нас тут вот священник стоит и так далее. Наличие другого зарегистрированного брака. Он же в церкви, он не заключен в органах ЗАГС. Брак с недееспособным лицом. Заключение брака под давлением. Ну, вот вы туда просто накидали уже, это хорошо. То есть хорошо, что накидали их много. Мне кажется, ну, то есть, когда я это задание составлял, я бы сюда больше всего применил как раз-таки отсутствие добровольного согласия, потому что оно наибольшим образом... Сокрытие тоже является почти неизвестным. Да-да-да, верно. То есть я бы, наверное, все-таки здесь оставил момент того, что здесь отсутствует добровольное согласие как таковое. Но в чем, опять же, прикол высшей пробы, я уж не знаю, кто будет проверять и как. Но я специально оставил здесь лазейку. И обоснуйте позицию. То есть, если вы сможете таким образом обосновать свою позицию насчет того, что это, например, фиктивный брак, или если это какой там еще был брак, что мне показалось интересным, недостижение возраста брачного, если вы это сможете организовать таким образом, что это будет действительно убедительно, и, вероятно, проверяющий скажет, что, ну, хорошо, верю. Ну, то есть, да, здесь действительно оно есть. Он может, возможно, пойти даже против критерия. Навряд ли, но возможно. Поэтому имеем просто этот момент в виду. Но мне кажется, что здесь будет у нас отсутствие добровольного согласия, потому что, ну, все указывает на то, что он очень хочет, она очень не хочет. В принципе, даже у нас само название неравный брак на это указывает. Вот такое, по сути, задание. Вторая часть. Это у нас задачи. Там идут… А, точно, и про критерии еще что важно. То есть, тут у нас идет по два балла за каждое основание. То есть, мы называем четыре основания, за каждое получаем два балла. И потом еще мы получаем два балла, если правильно называем вот эту позицию. Ну, то есть, там могут последние два балла накидываться за что угодно. То есть, они могут накидываться просто за то, что вы правильно критерии расписали, там разные какие-нибудь разнотиповые, разнохарактерные. И еще что-то такое. А если кровосмешение? Ну, это уже додумывание отдельное идет, Александра, как мне кажется. Тут на самой картине ничто не указывает так явно на то, что есть какое-то кровосмешение. А на отсутствие воли у невесты указывает вообще все, что может. Про то, что не в ЗАГСе, смотрите. Это неплохая штука. Я думаю, ее можно вписать. Но я, конечно, могу ошибаться с семейкой. Но мне кажется, то, что не зарегистрированный в ЗАГСе брак, он просто считается незаключенным. Это как бы не совсем недействительность брака. Действительность брака – это именно то, что у нас было написано вот ребятами выше, то, что у нас… Вот, Екатерина, об этом мы поговорим в конце, но раз вы уже подняли, конечно, имеет смысл. Имеет смысл их написать 5, 7, 8, столько, сколько помните. Главное – следить за временем, чтобы сильно не тормозить. Поэтому я считаю, что здесь минимум… Вот мы до этого дошли бы, но если уж сразу, то минимум здесь нужно набросать их 6. Минимум. Какой-то такой момент. Хорошо. Вот, дальше вторая задача. Вторая часть. Тут у нас уже идут конкретные задачи. То есть дается ситуация. Есть творческие моменты, когда дают… Смоделируйте то-то, сё-то, пятое, десятое. Но я решил разобрать, потому что они… Ну, они обычно дают поменьше просто баллов. Вот. А задачи, они как раз-таки основная масса и довольно традиционная для второй части. И тут идут куда более дробные критерии. То есть у меня сейчас пример будет не такой, но подчас суперпопулярной ситуации, когда у нас там, не знаю, под 8 баллов дается, и на каждый критерий, на каждый балл из этих 8 у нас будет один ответ допустимый. Имеем этот момент. Хорошо. Меньше задание, меньше, много баллов. Дают меньше баллов. Это надо будет подлатать. И то, что также требуется перечисление, это отсылает к будущему, потому что надо писать по пункту. Ну, хорошо. Вот вам задача. Давайте ее быстренько прорешаем с вами. Ну, то есть я буду понимать по готовности вашего ответа тогда, когда вы более-менее напишете ответ. Начнете скидывать ответы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Я все это время обсуждал ответы. Спасибо огромное, что сказали. Я не верю, что у нас всего три ответа. Давайте-ка побольше. Так, вот, смотрите, да, про арбитражный суд я тут вопрошал. Признает договор недействительным, так как отсутствует цена, не удовлетворит просьбу, так как в соответствии с ВКРС. Существенная договора продажа является предметы количества. Так, Александр, а разве тут нет предмета? Предмет тут есть. Предмет – это парковочное место. Ну, в общем, ладно. Будем презюмировать, что все, кто хотел… Так, ага, еще все-таки приходит. Ага, так. Обязательно, я не могу выбрать количество товаров. И вам не нужно. Ах, считается, исходя из различных показателей. Нет, Андрей, вы не правы. Ну, мне нравится, у нас прям бойня, короче, вообще, столько разных мнений. Ну, в общем, как раз-таки, давайте быстренько я пробегусь по ошибкам, которые у нас есть, и разберем сразу, этот договор можно рассчитать рамочным. Почему? Нет, это договор купли-продажи. Самый обычный договор купли-продажи. Ну, вот, давайте к критериям, наконец. То, что у нас 8 баллов задача дает, и тут у меня еще не самый будет. Тут вообще сложная история. Тут, смотрите, вопрос в чем. Тут вопрос стоит не в том, кто прав. Тут вопрос стоит в том, какое решение вынесет суд. Ну, ладно. В общем, вот это как раз есть такая, блин, хорошая задача получилась. Она бы повалила многих из вас на заключительном этапе. Ну, в общем, поехали. Да, она на знание второй части. И такая довольно сложная с недвижкой получилась. 8 баллов. Здесь будут сейчас не самые дробные критерии. Критерий у нас идет вот так, через 2 балла. То, что, во-первых, парковочное место является у нас недвижимостью. Во-вторых, в договоре купли-продаж недвижимости существенным условием является предмет цена. И, следовательно, у нас такой договор будет признан незаключенным. Это последний критерий. Не недействительным. Не еще каким-то, а именно незаключенным. В принципе, с вами, возможно, согласились бы некоторые теоретики права по поводу того, что недействительность и незаключенность – это одно и то же. Например, какой-нибудь Тузов из Питерской вышки. Он бы согласился с вами. Но я не уверен, что вы, когда это писали, апеллировали к Тузову. Поэтому все-таки не будут признаны. И неправы еще те ребята, которые писали, что у нас обязательно должна быть цена. Цена не обязательно должна быть в купле-продаже. Потому что она действительно может определяться, как и сказал в этой задаче кто. Кто там это сказал? Как сказал Ерыгин, то, что в возмездном договоре непредусмотрено и может быть определено, исходя из условий договора, который там обычно при сравнимых условиях у нас реализуется. Однако здесь недвижимость. Поскольку парковочное место – недвижимость, с недвижимостью у нас будет протокол под действительностью. Это сложная тема, Мария. Это сложная тема. Я вам только что сказал, что там реально бьются многие ученые. Это не в рамках интенсива к высшей пробе. Надо разбирать такие вопросы. Но если чисто по тексту закона, то у нас такой договор будет признан незаключенным. Потому что нет существенного условия о цене купли-продажи недвижимости. Однако в простом договоре купли-продажи не недвижимости, а движимость вещей, у нас действительно цена может быть регулирована таким образом. И вот это как раз-таки следует все описывать. Поэтому, по-моему, правильных ответов я особо не обнаружил. Смотрите, как это решать. Решать это таким образом, что мы знаем текст закона, и в тексте закона у нас пишется о том, что договор купли-продажи недвижимости, в котором не оговорено условие о цене, будет признаваться незаключенным. Не недействительным, не ничтожным, а именно незаключенным. Вот это момент на знание текста. А почему незаключенным, если определяется согласие по цене о личном товаре? Потому что это недвижимость. С недвижимостью так не работает. Для недвижимости цена обязательно. Тоже указание закона. Вот. И то есть, смотрите, здесь у нас не требовалось конкретно по заданию. То есть у нас здесь вообще суперабстрактная штука. Ну, то есть задание нужно, чтобы продемонстрировать в ВПшку. Суперабстрактная. Какое решение примет суд? Вот. Но, тем не менее, в ответах высшей пробы стопудово будет предполагаться то, что вы напишете вот и про то, что оно является недвижимостью. И про то, что при обычных условиях можно заключить такой, ну, то есть можно заключить договор без цены. Но в силу того, что это недвижимость, то цена у нас должна быть. И то, что договор должен быть признан незаключенным. И, вероятно, я полагаю, если действительно написать, что договор будет недействительным, вам за это два балла не поставят. И у вас будет шесть баллов из восьми. Вот. И этот критерий я еще не сильно подробил. Поэтому нужно писать как бы больше, чем хочется. Потому что если просто в тупую отвечать на эту задачу, какое решение примет суд и написать там, не знаю, прав. Даже если правильно написать то, что, не знаю, вот, прав там. Никто не прав. Потому что такой договор у нас будет признан незаключенным в силу того, что не поименован предмет и цена. Ой, не проименована цена. И по сути задача, решение задачи будет правильное. Но, исходя из того, что у вас не написано про недвижимость, не написано про то, что вот это предмет и цена не обязательны только для недвижимости. В силу того, что вы не написали про то, что, не знаю, там. Вот как раз третий критерий про то, что все-таки можно без цены, если это у нас просто договор купли-продажи, движимости. Исходя из всего этого, вы получите только за задачу два балла из восьми. Поэтому писать ответы нужно пополнее. Прям, ну, то есть разгоняя. Вот. Понятненько? Вопросы есть какие-то по задачам? Или еще почему-то? Теперь понятно стало. Окей, вот. И все это дело, опять же, следим за временем. Хорошо. Во. Писать больше, чем просят. Просят минимум три аргумента. Это вот обычно аргументы просят в первой части. То есть это в основном, да, на первую часть направленный совет. Просят три аргумента. Мы приводим минимум пять. Потому что если вы в какой-то критерии, например, не попадете одним из трех, вы баллов не получите. Однако, если вы как раз-таки напишите их больше, какой-то критерий у вас может не угодить в цель. А какой-то угодит. Вот. Для всошников, конечно, не подходит. А почему? Обычно и всошники, и люди, которые пишут высшую пробу, хорошо, это одни и те же люди. Допустим, на задачах даже нужен более приближенный ответ. А, ну да, нет, да, конечно, это специфика высшей пробы. Ну да, нет, но это не столько, не для всошников, это просто нужно понимать специфику одной олимпиады и специфику другой олимпиады. Вот. Поэтому, ну то есть именно по этой причине это занятие вам и проводится, чтобы вы поняли, что от вас требуют. Вот. Такой движ. Хорошо. Вот. Просят три, приводим пять. И бреда писать не надо. Ну то есть, чушь откровенную точно. Потому что есть преподаватели, которые могут сказать, что Эу, это что такое? Ну то есть, я не буду ставить этому человеку ни балла. Он вообще такое пишет. Ну то есть, да, вот у него тут что-то правильное, но он мне просто не понравился. Мне просто не понравилось, как он это написал. И все. И не знаю, вообще поставят вам ниже баллов, чем надо. Поэтому стараемся все-таки писать больше, но без бреда. То есть, просто высасывать из пальца что-то не стоит точно. Вот. И как раз пример, где это у нас сработало. О, вот оно. Вот оно. Задачка. На 10 баллов. Вот. Здесь мы видим. Мышку мою видите, кстати? Чтобы я мог это крутить. Или давайте я его комментирую. Вот. Вот. Тут у нас написано «три». О, вот. Тут у нас написано «три» аргумента в гражданском праве. Я написал «пять». Я особо не могу проиллюстрировать вам конкретно, почему. Ну то есть, где меня спасли эти пять аргументов. Потому что я особо не анализировал этот момент на вопрос косяков или чего-то в этом роде. Но вот в следующем задании, которое мы будем разбирать, там косяки точно были. Вот. И поэтому бикрам больше, чем надо. Вот. За задание я получил 10 из 10 сси. Поэтому схема рабочая. Двигаем дальше. О, вот они. Вот они красавчики. Вот они, два красавчика, которые очень любят подрючить юристов за криво написанные тексты. Ихите, учитесь. Реально, учитесь с молодым. Вы, если все же хотят, наверное, на юрфак. Ну, даже если не все, наверное, добрая доля хочет на юрфак. Надеюсь, что да. Вот, надеюсь, что да. Письмо для юриста – это вообще все. Ну, то есть вы можете идти на юриспруденцию, не зная права. Но вы не можете идти на юриспруденцию, не умея писать хорошо. Это просто вот вам. Типа такой. И говорить, наверное, тоже не обязательно. А могут без пяти засчитать неправильные, как ЕГЭ. А что в ЕГЭ могут засчитать неправильные? А, типа сказать, что это у вас ошибка, и поэтому минусуем баллы? Не знаю. Вообще у высшей пробы… Я слыхал, кто… Ну, я как раз говорил, что если ты бред написал сумасшедшего, то тебе минусануть баллы? Возможно. Но вообще у вышки нет практики, чтобы она минусовала баллы там за неправильно написанные ответы. То есть вышка, она поохеряет, чтобы вы писали больше, чем требуется. Да и, в принципе, ЕГЭ, насколько я помню, на трансляции разработчики сказали, что не выступают как правильно, а два они выбирают правильные. Да, есть у некоторых металлеров, есть. Да, я говорю, у некоторых есть. Так, на трансляции… А на что сказали на трансляции разработчики? Что не будут засчитывать неправильные. Да, что штрафных баллов нет. Ну, вот, то есть, в принципе, да. Как мне кажется. У некоторых есть, у вышки это особо в практике нет. Наоборот, они скажут, что пишите сколько хотите, будут выбирать правильно. Ну, вот, верно. Поэтому пишите побольше. Я говорю, ну, старайтесь без бреда. Просто на кого попадетесь? Я знаю, есть преподы вышки, которые, возможно, проверяют ВП, которые могут плотно тельтануть, если им прилетит какая-нибудь уничья. Сумакайская. Окей. Вот. Учитесь писать. И вот высшая опроба, она, в принципе, к этому располагает. То, что бьем на пункт и все. Стараемся. У нас не было вот такой стены текста сверху вниз. Пишем по пунктам. Как минимум по абзацам. Вот. Потому что проверяющие, они тоже люди. Они, скорее всего, уставшие. Им, скорее всего, не шибко много платят за лучшую пробу. Ну, то есть, все истории, наверное, которые рассказывают перед ЕГЭ, я вам расскажу и тут. И поэтому, чем лучше вы и красивее напишите, и чем приятнее этого дела будет читать. Ну, поставьте себя просто на их место и поймите всю специфику хорошо или плохо написанного текста. Вот. Предложение не большего смесла. Это уже просто немножко вам теории письменной речи юриста. и стараться писать грамотно и без повторов. Понимаю, что все боятся, все нервничают. Ну, то есть, скорее всего, выкинули черновики, но стараемся писать сразу. Допустили какую-то ошибку, аккуратненько зачеркнули. Вот. И пишем дальше. Мы знаем, но очень выставшим. Не понимаешь? Да, 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 да. Типа того. Во-первых, разровывать, возможно, прям не надо. Там юристы, в конце концов, сидят. Но что писать надо красиво стараться, это точно факт. Окей. Так. И двигаем дальше. Вот, собственно, пример. О, вот, кстати, пример. Как раз-таки тут вот у меня какой-то первый критерий бредовенький. Ну, то есть, тут, опять же, надо было три довода. Я написал пять. И, возможно, если бы я... Могу ли я заплохо написать? Могу ли засчитать за очень сложный текст? Смотря что вы подразумеваете под сложным. Я не думаю, что преподавателям, старшим преподавателям и кандидатам наук ваш текст покажется сложным. Сложный, но если они неуместно вставлены, или если у вас, не знаю, какое-нибудь слово, в котором у вас пять существительных подряд, то, скорее всего, могут тельтануть. Но, опять же, на это не столько сильно ориентируйтесь. Вот, то есть, пишите, как пишите, но просто имейте в виду, что лучше писать красиво. Такой момент. Вот, то есть, тут, возможно, первый вот у меня пример какой-то странный очень. Типа как частно, вот это частно-публичный, частно-публичное отрасль, сочсемейное право. Метод в ней императивно-диспозитивный, поэтому вполне логично, что специфический отрасль. Вот это могли не засчитать вообще спокойно. Вообще легко, абсолютно. Поэтому, мне кажется, я правильно сделал, что написал пять. И вот первый он у меня получился такой толстенький. Вот такие писать не надо. То есть, стоило мне написать, стоило вот после слова, после императивно-диспозитивной воткнуть точку желательно и написать следующее предложение. Ну, вот, я решил все в одно запустить. Вот, а остальные вполне нормальные. То есть, они, конечно, кривенькие, но текста немного, все разбито на пункты, читается легко, смысл улавливается легко, поэтому, собственно, вот мне десятку за это дело и влепили. И, в принципе, надеюсь, что для вас десятки тоже будут нередкостью. Такой момент. Дальше. Про пишем много. Это относится у нас вот и к этому моменту, вот и к этому моменту. Но это, если вот это у нас было про количественный момент, это у нас больше про качественный. То есть, это вот относится к вот этому все примеру, то, что здесь нужно написать, что является недвижимостью, в таких-то ситуациях может, в таких-то не может, будет именно незаключенным и так далее и тому подобное. Все вот это нужно. То, что просто не сказано, может быть, в тексте задания, то, что есть возможность попасть в критерии, угодить, добавит баллы, не знаю, просто вы-то напишите что-то, и он такой, ого, молоток, шарик. Ну, то есть, это не критерий, но я судья, кто мне что сделает. Сейчас уже, наверное, подушесточать всю эту тупу начали, но раньше точно могли. И, да, про откровенную чушь – это все из той же истории, на которую я уже потратил довольно много времени. Вот, собственно, пример. Это супер вещь. Как видите, за это я получил 5 из 10. Но тут в чем прикол. Я вообще, когда писал ответ на этот вопрос, не помнил, что такое non-bissanidum. Кто-нибудь сейчас мне скажет, что такое non-bissanidum? Как этот принцип звучит в российском праве? Нельзя, да, дважды заодно. Вот вы помните. Молодцы. Я в тот момент, у меня это просто вылетело из башки. Такое может быть на Олимпиаде. Но в таких ситуациях нужно постараться не растеряться. Я тут просто набросал вообще все, что мог. Я здесь набросал определение рецидива. Я, короче, написал здесь все, кто знал про рецидив. Вообще. Ну, то есть даже бред какой-то написал, но все равно 5 из 10 баллов я набрал. Не знаю даже, в чем сущность этого задания. Да. Пользуйтесь на здоровье. Это такой вам лайфхак. Немножко криворукий. Собственно, вот. Это, пожалуй, все советы, которые есть. Резюмируя их еще раз. Черновики. По моему совету, выкидываем сразу все, пишем в задание, потому что времени вам хватать не будет. Дешифровка. Ничего не рисуем, ничего не пишем. Не говорим, кто мы, что мы. За временем следим. Всегда. Не тратим на одно задание по 30 минут и так далее и тому подобное. Структура. Все понятно. Первое задание больше творческое. Второе задание больше такое. На знание закона, хотя тоже творческое. И методология. Это пишем больше, чем просят конкретно по пунктам. Просят три, пишем минимум пять. Разбиваем ответ на пункты, чтобы было просто красивее, удобнее читать и понятнее. А не сплакнуем стену текста, из которой проверяющему еле как надо будет вытащить, каким-то образом вычленить ответ на правильный вопрос. Пишем кратко и ясно. Это просто, чтобы, опять же, не было руткостяный текст, от которой у проверяющего потечет кровь из глаз. И пишем много и больше, чем у нас конкретно требуется по заданию. То есть ответ на уровне в соответствии с законом виноват B. Потому что не допускается вообще абсолютно. Пишем много, понятно, что виноват в соответствии с каким-то законом B. Потому что то-то, 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 то-то. При этом он еще то-то, то-то. А если бы он сделал так, то это было бы то-то, то-то. Но в силу того, что он так не сделал, у нас результат такой, то-то. У вас по итогу всего вот этого то-то, то-то, то-то набирается пунктов 5-6, может больше, в зависимости от того, насколько толстая задача. И вы смело эти 6 пунктов сдаете. То есть как минимум у вас там, не знаю, если половина попадает в критерии, это уже все, победа, если вы не знали, о чем пишете. Если знали, то слава богу. Хорошо, вот как-то так. Вопросы есть? Я хочу с этими мужиками слайд оставить. Есть какие-то вопросы, господа? Нет, спасибо. Окей, хорошо. Тогда вопрос у меня. Совпали ли какие-то положения из того, что говорил я, с тем, что вам говорили на других семинарах по этому? Что вам рассказывал Яна и Иван, если не ошибаюсь? Какие темы надо повторять в обязательном порядке? Перед Олимпиадой сейчас. Покажите, последний назад. Вот оно, вот оно. Рецидивчик так. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, про черновик совпало, слава богу. Какие темы надо повторить в обязательном порядке? О, блин. Уголовку обязательно. Уголовку очень любят. Процессы любят оба. И гражданский, и уголовный. Гражданский, и первую, и вторую часть, и первую, и вторую часть любят. Третью, четвертую не особо. ТГП вообще не помню, когда последний раз спрашивали. Семейку очень любят. Админку очень любят. И конституционку очень любят. Ну, то есть классика. Такая. Никаких вводных кодексов у вас спрашивать не будут. Но вот спрашивают теорию по учебникам периодически. Поэтому вот за два дня, если у вас есть какие-нибудь конспекты по теории, именно уголовки, вот по тому же, например, нон бис и ныдему, что это и как это работает, то лучше почитайте, повторите. Что стоит повторить перед экзаменом? Да, на что стоит обратить внимание? Да, сюда. Писать больше, чем указано. Что можно толком не повторять? Да. А пока навряд ли. Не думаю. Латынь. Это утверждение, Даниил? Или вопрос? Утверждение? Ну, латынь спрашивают типа вот так. То есть на уровне знания принципов. Отдельно сидеть и заучивать латынь? Не знаю, не знаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Так, МП. Да, тоже, короче. Приколы какие-то начались. Да, кстати, адвокатуру тоже, что-то я забыл, да, адвокатуру любят реально поспрашивать. Всякие, то есть адвокатский статус, судебный статус, любят поспрашивать, что ему можно, что ему нельзя. То есть адвокат открыл бизнес, начал его рекламировать и вообще адвоката там за это распяли на кресте. Правомерно, неправомерно, кто было бы правомерно с адвокатом в такой ситуации сделать. Вот, и ты там пишешь, да, было бы правомерно приостановить, распять на кресте вообще нельзя. Не знаю, еще что-нибудь такое в этом роде. Да, адвокатура. Судебные статусы спрашивают. Но это конституционка, в принципе. Спрашивают, да, еще любят очень, да, теорию права, теорию права любят, но ее любят обычно на уровне там всяких понятий а-ля суверенитет и еще что-то такое. То есть такая, я бы сказал, политико-правовая история в разряде конституционного права больше, теории государства. Но теория права, наверное, с такими темпами тоже может вылезти, так что, да, ущербник Литинского перечитать бы, перечитать бы как следует. Ну вот, как-то так, мне кажется, как-то так. Ладно, все, вопросов больше нет у вас, господа? Все, если нет, а, трудовое, насчет трудового спрашивают, тоже трудовое спрашивают. Ну, спрашивают, я говорю, все основные отрасли, так или иначе спрашивают. Но мне кажется, основные, я всегда как-то обращал внимание на то, что уголовки хватает. Ну, то есть уголовки как-то как будто, возможно, побольше даже, но это не точно. Ну, все основные отрасли повторить, но если вы вот конкретно не знаете, что вам повторять, повторите уголовку граждану. Вот. Ну, то есть точно лишним не будет. Окей, все, давайте тогда это заканчивать. И все. Спасибо вам, что пришли. Удачи вам на Олимпиаде. До встречи всем.